положите. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие и возлюбленные о Христе, братья и сестры, в сегодняшний радостный для всех нас день мы и вся Церковь Православная празднует хождение Господа в оград Святой Иерусалим. Еще этот праздник называют днем воскресения Баи. Господь со своими учениками пришел от техских и сезодонских сторон к Иерусалиму и за ним следовало огромное количество учеников и тех людей, которые видели Лазаря, которого Господь воскресил после его смерти перед четырьмя днями. Огромное количество людей приходило ко Господу, видя в нем пророка и мессию. И вот люди иерусалимские, зная, что он приходит в город, начали срывать ветвы пальм вая и бросать под ноги Господу, который воссел на, как мы читали в Евангелии, осля, жеребенка осла и уезжал в город. Надо сказать, что пальмы и ветви на востоке всегда считались символом крепости, достатка и радости. Именно вот эти пальмы бросали, этот народ бросал под ноги этого жеребяти. А тех, у кого не было в руках этих листьев, они снимали себе одежды. И весь этот народ возглашал, о санна вышний, благословен гряды во имя Господне. Все мы знаем Евангельское Писание. Все мы знаем, что случится через несколько дней. Когда Господь, выведенный Пилатом к народу, услышал слова, может быть, этой же самой толпы. Распни его, распни его. Какая страшная перемена. Всего-то несколько дней. Дорогие мои, вот сейчас мы возьмем эти ветви, вербы, как в Закарпатье говорят, шутки. А недавно я узнал, что буквально в ста километрах называется уже по-другому. Поэтому и с зажженными свечами мы будем воспевать Господу. О санна вышний! Давайте подумаем. А выйти из храма, что мы будем делать? Снова грешить? Как этот народ будем кричать, распни его. Помните, что все мы, согрешая, вновь и вновь распинаем Господа. Господь оставил нам законы, они очень просты, их всего 10. А потом их свел для нас, недостойных всего в два. Возлюбие Господа своего, как самого себя, и возлюбие ближнего сего. Почему же мы, как дети непослушные, постоянно эти законы приступаем? Постоянно снова и снова распинаем Господа. Давайте подумаем, кем мы будем. Действительно останемся тем народом, который с радостью и веселью взывали ко Господу и приветствовали Его. Или перейдем на другую сторону и будем вновь и вновь Его распинать. Дорогие мои, наконец-то к нам пришла весна. Постоянно повеяло теплом, расцвели деревья. Совершенно незаметно для нас мы прожили уже практически весь пост. Близится неделя страстей Христовых, как еще и называет Страстная Седмица. Для нас, тех, кто не успел исповедоваться и покаяться, самое главное, в своих согрешениях, вот есть последний участок пути, который мы должны достойно пройти, чтобы с радостью, великой радостью, с чистой душой встретить светлое Христово воскресенье. Давайте же, дорогие мои, потрудимся, потрудимся молитвенно, потрубимся делами своими. Давайте будем творить благость, давать милостыню, трудиться над своим душевным состоянием, чтобы действительно, как люди, приглашенные на царский пир, мы пришли на этот пир в светлых одеждах, одеждах праздничных, белых одеждах, чтобы ничто не смогло их запачкать. Будем тем народом Божиим, который будет страдать и радоваться, будет встречать светлое Христово воскресенье так, как и подавает всем православным христианам. Сердечно вас поздравляю с сегодняшним праздником, призываю благодать Божию на вас, на все ваши семьи, на все ваши гражданские труды. Помогаю вам Господь, любите и храните друг друга. Аминь. Аминь. Аминь.